Еще чувствуется запах свежей краски и недавно строганного дерева, но этих юных каратистов уже не выгонишь штатами. Они готовы проводить здесь все свободное от учебы время. Бам-бам и колено. Тем более, что занятия проходят не где-нибудь в подвале многоэтажки времен Хрущева, а в новом с иголочки центре, первом в правом бережье Ульяновска. До нынешнего сентября на протяжении 33 лет одна из разновидностей карате – Кёку-Сенкай – развивалась исключительно на левом берегу Волги. Мы буквально недавно открывали такой центр на территории Заволжского района. Сегодня это северная часть города. И появление таких, пусть небольших залов, но на территории всего города делает спорт доступным, спорт массовым. Новый центр действительно небольшой. Два зала с татами, крохотная раздевалка, додушевая с туалетом. Но три инструктора обещают, расписание работы групп составлено так, что места и времени хватит всем желающим. Мы надеемся, что около 100 детей будет здесь заниматься. Ну, 100 занимающихся. Из них большое количество детей, возможно, студентов здесь рядом, политехнический университет. Около 100 человек. Я думаю, что где-то процентов 80 из них – это дети. Дети первыми опробовали новое татами. Пока, правда, это показательное выступление перед почетными гостями. За 15 минут вся красотища Кёкосинкай, завораживающими приемами в ката, короткие спарринги и, конечно, эффектное томишеварие. В сентябре во все идет, надо уже работать начинать, соответственно. Уже и турниры намечены, может, придет уже кто-то, кто уже сможет сразу пойти на турнир. Такие ребята бывают приходят, что быстро схватывают технику, координация хорошая. Разрезание красной ленточки – как итог праздничной церемонии открытия нового центра Кёкосинкай. Дальше – рабочие будни. Уже в ближайшее время ульянские каратисты в составе сборной области отправятся в Анапу на всероссийские юношеские игры боевых искусств. Региональной команде надо отставить титул победителя, завоеванный в прошлом году. Михаил Сашанский, новости ульянской правды.